Ты выглядишь нехорошо, Ульяша. У меня сильно крутит заводик, и я ощущаю слабость. Мне так тяжело подняться с клаватки по пуль. Я звоню врачу. Не надо влачу. Почему? Я боюсь, он сделает мне укол. Если нужно сделать укол, то придётся набраться смелости и послушаться доктора. Заводик крутит сильнее. Алло, доктор, мою дочь рвёт. Срочно приезжайте. Я что, милая, папуль? Нет, это, скорее всего, вирус. Почему из меня вылезло это непонятное зудистство? Это рвота. Не надо было отправлять тебя в ту школу. Новое место негативно повлияло на твоё здоровье. Чего ты там ела? Нет, с Колью всё было замечательно, тесно-пле-тесно. И Ботин хотела туда ездить на ИЗО. На какое ещё ИЗО? Тебе надо наладить здоровье. Но Давид пригласил меня ходить с ним на занятия. Правда, ещё Малиса позвала, но она позвала Милану, а не меня. Ульяша, успокойся, пожалуйста. Дождёмся доктора. А как же твоя свадьба? Церемония вечером, а до этого времени я буду с тобой. Тебе нужно готовиться. Готовиться будет еда. Мне нужно, чтобы ты была на свадьбе в полном здравии. Я про подготовку, а не про еду, па. Ну, костюм у меня есть. А что ты ещё имеешь в виду-то? Свадьба – такое большое событие. Надо сходить на маникюл, накрутить волосы, а ещё макияж классивый. Это по части Юлии. Я вспомнила, Юлия перед сном угосяла меня филменным печеньем, а на утло мне стало плохо. Хм, может быть продукты попались некачественные. Я поговорю с ней. Отдыхай. Алло, приветик. Я влипла. Ты убила девочку? Нет, Ульяша жива, к моему сожалению. Что тогда случилось? Вечером вчера приготовила печенье фирменное и подмешала то, что ты мне дала, а траву куда-то поставила. И забыла, куда. Посмотри внимательнее там, где готовила. Не поверишь, я всё обыскала. Проверила все ящики и полки, но так и не нашла маленький пузырёчек. Вспоминай, если Рэй найдёт быстрее тебя, у него возникнут вопросы. Знаю, а что мне делать? У вас не работает прислуга, можешь скинуть всю вину на неё. Рэй против того, чтобы мы нанимали персонал. Мировой исполнитель и без прислуги. Боится впускать в дом чужих людей. Тогда попробуй вспомнить, куда поставила траву, иначе свадьба может накрыться. Отбой, Рэй идёт. Доброе утро, милые. Доброе утро, любимый. Как спалось? Выглядишь уставшим? Всё отлично. Снился сладкий сон о нашем свадебном путешествии. Интересно. Расскажешь подробности? Не могу, это сюрприз. Но всё было идеально. А мне приснился какой-то страшный сон. Какой? Ты меня обманул и ушёл по другой. Я никогда тебя не брошу, а уж тем более не обману. Но и ты пообещай мне никогда не обманывать. Обещаю. Никаких тайн от тебя. Я так рад, что ты согласилась стать моей женой. Мы вчера с Ульяшей отлично провели время. Сходили в магазин за покупками, и она помогла с выбором букета. Она сейчас плохо себя чувствует, и её стошнило. Я уже вызвал врача, поэтому если тебе надо куда-то отойти, можешь успеть пока я дома. Ты меня пугаешь. Что с ней случилось? Вчера всё было хорошо. Не уверен, но мне кажется, она могла подцепить заразу в школе. Неизвестно, с какими детьми Ульяша там общалась. А я говорила, это плохая идея. Я зайду к ней, если ты не против. Да, конечно, только... Постой. Ульяша сказала, ты и печенье приготовила вечером, а на утро ей стало плохо. А, печенье? Да, я приготовила и печенье, но оно было свежее. Может, продукты просрочены? Такого быть не может. Я сто раз проверяю сроки годности. Сама-то уже ела это печенье. Мне же не стало плохо. Ах, поскорей бы пришёл доктор. Ульяш, привет, можно я к тебе зайду? Люлия, что вы тут делаете? Пришла проведать тебя. Папа сказал, ты плохо чувствуешь себя. Меня вылвало, и голова оклудится. Бедненькая. Может, в школе что-то просроченное съела? Блоди, нет. Не надо было разрешать тебе те вредности. Я виновата. Может быть, это то молозаные? Но я не покупала тебе мороженое. Пока вы отходили, я слетила свою подлузку, и мы покусали молозаные. Мы же договаривались о том, что ты будешь кушать вредности реже, а здесь и я тебя угостила. Так ты ещё и с подружкой поела сладкое. Мне так плохо. Обещай мне, что будешь спрашивать разрешение перед тем, как поесть вредности. Я буду тебя контролировать. А моей подлузке тоже плохо. Мне всё равно на твою подружку. Для меня важно твоё здоровье. А ещё я печенье вас укусала в тела. Печенье я ела, но со мной же ничего не случилось. Оно свежее и полезное. Должно быть, доктор пришёл. Сделай глубокий вдох и выдох. Ещё раз. Покашляй. У неё нет кашля. Её тошнит. Не мешайте мне. Я доктор. Фрей. Просто я нервничаю. Что с моей девочкой? Как раз это я и пытаюсь выяснить. А вы начинаете действовать на нервы. Ладно, продолжайте. Открой рот, скажи, а? Угу. Так, сейчас я посмотрю твои уши. Часто кушаешь вредности? Да, доктор, я очень сильно люблю сладости, признаюсь. Тела скусала понтик, молозанное и ветелом печенье. Но печенье было полезное, как говорит Юлия. Отравление сладким может возникнуть после переедания большого количества нежелательных продуктов. Я выпишу нужные лекарства. А вы следите за питанием. В наше время особо важно уделить этому внимание. Да, доктор, всё купим. Будем принимать, как скажете. Прекрасно. Но я ланься заела и ничего сладостного не было. Избежать отравлений сладкими продуктами возможно при соблюдении профилактики. Они просты и не требуют особых усилий. То есть я ещё смогу поесть сладости своей жизни? Конечно, главное употреблять их с умеренностью. Если покупаете что-то кремовое, то обязательно из холодильника. Соблюдайте условия хранения и проверяйте срок годности. Спасибо за рекомендации, доктор. Помните, что фрукты намного полезнее шоколада и конфет, поэтому детей лучше приучать к ним с малого возраста. И по возможности делайте свои сладости, выбирая полезные компоненты. Слышала доктора Ульяша? Да, Юлия. Мне будет сложно без понтиков, но я сплавлюсь. А мы приготовим домашние пончики. Намного вкуснее тех магазинных. Вот это хорошая идея. Но для начала нужно поправиться. Папуль, я стопла, пусть и твою свадьбу. Тебе лучше отлежаться. Но я так сильно хочу пойти по спотлетной телемонию. Отменить ничего нельзя, потому что гости приглашены и многие уже едут. Эх, так обидно. Не расстраивайся. На самом деле это всё утомительно. И долго. Тогда ты не скутяй там без меня. Будет сложно, ты же мой лучик света. Если станет грустным, посмотри в окоска. И я буду светить своими лутиками. Давай я отнесу тебя в комнату. Отдыхай и ни о чём не беспокойся. Ты оставишь в меня одну дома? Нет, я позвонил папе Давида. Они приедут вдвоём. Почему ты меня не предупредил? Другого выбора нет. Я бы позвал папу Мариши и Париши, но он свидетель на моей свадьбе. Кстати, девочки тоже будут здесь, ибо оставить их было тоже не с кем. Я так ладо, теперь мне точно не будет одиноко. О нет, нет, ты будешь отдыхать в комнате, здесь. Я просил тебя не тревожить. Ну-ка, я же могу поиграть с ребятами, если мне станет легче. Сохраняй спокойствие, пожалуйста. Мариша, Париша, а вы что здесь делаете? Папа ушёл на свадьбу, он свидетель, а нас было не с кем оставить. Эй, всем приветик. Приветик. Девочки, приходите. А они что здесь забыли? Циц, прислуги слова не давали. Принеси мне апельсиновый кекс. Я не прислуга. Мы здесь, потому что в одном клубе с Паришей. А она сказала, что вы будете Ульяши. Да, мы её фанатки. Ульяша не спустится, ей плохо. Эй, привет. А ты что здесь забыл? Я к своей девушке. Витя ко мне. Обидишь Ульяшу, я тебя с корабля скину. Я первей скормлю тебя акулам. Мило. Прими тули, ребятули. Ну что за сбор с садиком? Только Митя не хватает. Он вообще-то тоже здесь. А он ты что здесь забыл? Мы вместе приехали. Я просто его позвал, чтобы не ехать одному. Ребят, давайте не будем шуметь. Ульяши нужен покой. Но мы хотим поиграть с ней. Ага, не так часто ходим в гости к звёздам. Она в первую очередь человек. Я схожу и проведаю её. А вам потом скажу, можно ли увидеться с ней или нет. Привет, пиратка. Я принёс тебе гостинцы и шарики. Давид, привет. Вот, держи. Здесь печенье и шарики. Спасибо большое. Но я так классно выгляжу. Лучше уходи. А то лазлюбишь меня. Мне всё равно, как ты выглядишь. Я буду с тобой рядом и в болезнях тоже. Мне послышалось, или девочки тоже плесли узы? Не только они. Ульяша, ты такая красивая. Потрясающе. Мы твои фанатки. Но она же выглядит ужасно болезненно. Простите, у меня отлавление. Я спустилась на пять минут. Папа сказал, надо находиться в комнате. Не уходи, Ульяша. Без тебя будет скучно. Давай поиграем. Хотя бы немножечко. Не могу. Я должна слушаться папу. Вот же зануда. Я не зануда. Витя, Ульяше плохо. Что ты такое говоришь? Плохо, неплохо. Мне как-то пофиг. Надо проявить гостеприимство. Девочки её поклонницы и долго добирались. Пласти, Витя. Ты плав. Не прав. Совсем не прав. Иди в комнату, Ульяша. Отдыхай и слушай папу. Он сказал мне быть за главного. А я не поняла, нас кормить-то будут? Я тоже поголодалась. Мне купили полезный зефил. Мы можем на костре его позалить. А ещё есть кукулуза и клубника с везаем. Давайте поиграем в правду или действие. А как это? По очереди спрашиваем, правда или действие. И просто задаём задание. Я начну. Правда или действие, Танюша? Правда. Тебе нравится кто-то из мальчика в садике? Нет. А мне нравится Витя. Я тоже тебя люблю. Давайте дальше. Согласна. Настю вообще не спрашивали. Не могу молчать о своих чувствах к Вите. Правда или действие, Малиса? Действие. Плаку калекой пять лаз. Ага. Ку-ка-ре-ку, 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 ку-ка-ре-ку. Я же говорила, она прирождённая курица. Ну хватит. Париша, правда или действие? Правда, раз повторяться нельзя. Ты считаешь меня своей сестрой? А, ну, наверное... Наверное, нет. Вы не родные сёстры и отстань от нашей подруги. Угу. То, что вы живёте вместе, ничего не означает. Хватит вам обязать Малису. Главное ли действие, Катя? Я ничего не боюсь, поэтому действие. Съезла три секунды три бульгела. Легко. Она реально их проглотила и даже не проживала. Это завледно, Катя. Надо кусать медленно и тщательно пилизовывать пищу. Не умею растягивать удовольствие. Хочу всё и сразу. Хорошо, давайте продолжим. Правда или действие, Митя? Ты умеешь говорить? А как мы узнаем, что он выбрал правду или действие? Если молчит, значит ждёт действие. Митя, заговори. Он выбрал правду, что непонятного? Так как повторяться было нельзя. Но он же ничего не ответил. Давайте я за него отвечу. Окей. Кого ты любишь из девочек нашего садика? А, я люблю Настю. А, докажи, что ты меня любишь. Да запросто. У меня что-то голова разболелась. Я пойду к себе в комнату. Ты ведь ушла не из-за головной боли. А как ты узнал? По твоим глазам было видно, что ты ревнуешь. Витя мне ловится, а он любит теперь Настю. Этот бабник ничего не понимает в любви. Ты будто бы понимаешь. Но побольше, чем он. Если честно, то у меня плавда голова разболелась. А хочешь, я яблоко принесу. Тебе нужны витамины. Давай. Моя полочка в холодильнике в талая. Фариша, ты в порядке? Отстань. Как ты можешь общаться с Настей, когда она встречается с твоим Витей? Витя в прошлом. Ну-ну, поэтому ты перестала играть с нами. Мне просто стало холодно. От ответа Вити... От ветра в моём сердце. Я тебя понимаю. Мне нравится Давид, а он влюблён в Ульяшу. Видела, как побежал за ней. Ещё бы. Она же супер-пупер-звезда. Ты сама с ней дружить хочешь. А с кем мне ещё дружить, когда ты от меня отвернулась? Потому что ты постоянно говоришь о ней. Да, она твоя сестра. Но первая твоей сестрой была я. Ты сейчас моя сестра. Фариша, оставь эту дуру. Идём играть с нами. Прости, Мариш, мне надо идти. У меня новые сестрички. Ульяша, я принёс тебе яблоко, а там в холодильнике на твоей полочке был ещё пузырёчек. Я знаю этот препарат, но что он у тебя делает на полочке, мне непонятно. Не знаю, а стоит такое. Похоже, из-за этого у тебя плохое самочувствие. Ты выпила целый пузырёк слабительного и получила отравление. Но я не принимала ничего. Рэй, знакомься. Это Эдвард, мой сын. Здравствуй, парень. Как ты? Нормально. Надо было вас раньше познакомить, но мой бывший... Можешь не продолжать. Важно, что сейчас у нас всё складывается хорошо. Осталось познакомить его с Ульяшей. Я уверен, они подружатся. Интересно, как она там? Скучает, наверное. Ульяш, ты не только суперзвезда, но и королева вечеринок. Давай к нам в бассейн. Ваши котлетки самые вкусные и булочки отменные. Я лучше побуду на сусы. Мне ещё не очень хорошо. Мой бывший свидетель на свадьбе. Вот ирония. Признайся, я тебе всё ещё нравлюсь. Странно такое говорить на моей свадьбе. Не забудь, у нас с тобой есть общий сын. А с ним у тебя что? Я с ним буду в безопасности от тебя и в материальном достатке. Я поднимусь по деньгам и докажу, что лучше его. Тебе не понять. Я думала, вы подружились, кстати. Не знаю, не знаю. Сомневаюсь, что он хочет со мной общаться. Я портал жизнь ему в прошлом. И как бы... Возможно, он просто использует меня. Зачем им у тебя использовать? У тебя больше нет денег. Ну, в любом случае, деньги есть у него. И... Ну, ладно, поживём, увидим. Рэй добрый. В отличие от тебя, да. Всё же признайся. Я лучший. Может быть, ты и лучший. Но всё. Ты опоздал. У меня сегодня свадьба. Да, я знаю, что у тебя сегодня свадьба. Ты такая красивая, кстати. И если я снова стану богатым, ты вернёшься ко мне? Но если переплюнешь, Рэя, то да. Признаюсь, ты мне ещё нравишься. Я ничего не понимаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok